МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субсидирование ставок по ипотеке выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Несмотря на то, что это немалые затраты для государственного бюджета. Говоря об итогах по вводу жилья в прошлом году, можно отметить, что субсидирование ставок по ипотеке имеет свои плоды. В прошлом году в России ввели на 18% больше доступного жилья, чем годом ранее. А в целом за прошлый год было введено почти 84 миллиона квадратных метров жилья. В Нинницком округе в 2015 году введено более 43 тысяч квадратных метров. В Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ отметили, что в течение последних нескольких лет в регионе наблюдаются стабильные темпы строительства жилья. Так, в 2013 году было введено чуть более 41 тысячи квадратных метров жилья, а в 2014 году уже около 44 тысяч. При этом более 80% от введенного объема составляет жилье эконом-классом. В прошлом году в поселке Искатели были введены 24-квартирный и 2 36-квартирных жилых дома. В Наринмаре 2 27-квартирных, 42-квартирный и 218-квартирный жилой дом. Также многоквартирные дома были введены в Андикском, Великовисочном, Карском, Пешском, Телевисочном и Хариверском сельсоветах. Многие новоселы ждут момента вручения ключей много лет. Поэтому окружные власти и в будущем будут уделять особое внимание вопросам жилищного строительства. Проблема обеспечения жильем в нашем округе стоит остро. На приеме граждан 80% проблем, с которыми обращаются люди, жилищные, сказал Игорь Кошин. В этом году наша главная задача – подготовка инфраструктуры под жилищное строительство. Речь идет о документации, инженерной подготовке земельных участков к коммунальной инфраструктуре. В 2016 году для эффективного использования бюджетных средств в Ненецком округе меняется порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. Таким образом, изменения предполагают исключение субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в порядке авансирования. Средства будут выделяться по факту выполненных работ. В прошлом году ПКТС и Ненецкая коммунальная компания в рамках подготовки к зиме получили из окружного бюджета порядка 42 миллионов рублей. В этом году для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода предусмотрено порядка 46 миллионов. Ранее заместитель губернатора Ненецкого округа Алексей Кайдалов призвал руководство предприятий, ответственных за подготовку предприятий к зиме, более ответственно подойти к разработке инвестиционных программ. Ожидается, что такой подход позволит улучшить показатели надежности, качество, энергетической эффективности коммунальных объектов, рациональнее и эффективнее использовать как собственные средства, так и средства окружного бюджета. Здание 4-й школы ждет техническое обследование. Его проведут эксперты. Средства в объеме порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей на проведение инженерно-технического обследования, основных несущих и ограждающих строительных конструкций, фундаментов и грунтов выделяет нефтегазовая компания развития регионов в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией региона. Вопрос о привлечении внебюджетных источников для обследования школы рассмотрен и одобрен на заседании администрации НАО. По словам советника губернатора Дмитрия Рожина, срок обследования составит 30-35 дней. Подрядчик будет определен в результате торгов. Сейчас идет подготовка тендерной документации. Это давняя работа, которую провел департамент образования, но полномочий нам не хватило решить эту задачу в прошлом году. Соответственно, в этом году полномочий у нас все есть. Предлагается выделить из внебюджетных источников 1 миллион 270 тысяч рублей на проведение этого обследования. Сроки обследования 30-35 дней, деньги переводятся на счет школы, подрядчик выбирается в соответствии с действующим законодательством. Техническое обследование позволит установить, в каком состоянии находятся инженерные конструкции и здания в целом, а также определит физико-механические свойства грунтов. На основании полученных результатов будут сделаны выводы и о причинах, повлекших появление дефектов и разрушений в конструкциях. Напомню, трещина на одной из стен здания школы была обнаружена еще весной 2014 года. Для начала учебного процесса в 2015 году частично проведены укрепительные работы. При этом один из спортивных залов пришлось закрыть, а школьную библиотеку перенести в учебный класс. Уполномоченные по защите прав предпринимателей в НАУ и Ненецкий окружной союз потребительских обществ подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ предполагает всестороннюю помощь и лоббирование интересов потребкооперации. По словам председателя союза Натальи Кордаковой, подписание этого соглашения – своевременный шаг. Несмотря на тесное сотрудничество с органами госвласти региона, поддержка уполномоченного по защите прав предпринимателей не станет лишней. Подрепкооперация работает в сложных условиях Крайнего Севера, обеспечивая продовольственную безопасность 70% сельского населения. Причем в большинстве населенных пунктов проживают менее 300 человек, отметила Наталья Кордакова после подписания соглашения. То есть вести бизнес в таких условиях, естественно, невыгодно, и это социальный бизнес. Ну а так как у нас социальный бизнес, нам необходима тоже и защита. И поэтому сегодня считаю, что очень правильный и хороший шаг у нас сделан в подписании соглашений с уполномоченным по правам предпринимательства. Тем более, на самом деле, у нас уже сегодня есть вопросы, когда федеральным законом потребительская кооперация выведена из реестра малого и среднего предпринимательства, и считаю, что это неправильно. И у нас есть уже понятие с уполномоченным по правам предпринимательства, каким образом мы будем отстаивать вот эту позицию. На взаимное, главное, эффективное сотрудничество нацелен и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нинницком округе Валерий Чупров. Экономические условия сегодняшние таковы, что где-то необходимо просто громче заявлять о своих интересах, о своих проблемах и так далее. Ну и отрадно, что потребительская кооперация хочет в данном случае скооперироваться с уполномоченным с тем, чтобы консолидированным каким-то мнением выходить, ставить вопросы перед органами государственной власти и их решать. Подписанное соглашение бессрочное. Единственное отметили стороны. Оно будет дополняться в соответствии с требованиями времени. В Нинницком округе готовится к открытию первый частный детский сад. Первую группу малышей планируют принять уже в апреле. А пока учреждение посетила комиссия окружной администрации, чтобы оценить возможности будущего детского сада. Трёхэтажное здание в тихом и спокойном районе – старый аэропорт. Здесь, недалеко от Качгартинской Курии и леса, будет располагаться первый частный детский сад. У нас был уже опыт такой работы. Не частный детский сад был, а группа дневного пребывания. Со всеми разрешениями, с разрешениями СЭС по надзорам. Поэтому вот такая идея у нас была, она как бы родилась давно уже. На реализацию мечты ушло всего два года. На собственные средства приобрели участок и построили дом. Не обошлось и без помощи округа. В конкурсе грантов для некоммерческих организаций частное предприятие выиграло полтора миллиона рублей. 445 тысяч – это обустройство детской площадки. Они закупили все материалы. Сейчас они идут зимником. И оборудование игровое. Это значит, кроватки, мебель, игрушки специальные и пособия, которые мы хотим. Детский сад рассчитан на две группы – по 10 и 15 человек. Для каждой предусмотрена игровая комната, санузел, спальня. Еду будут готовить в отдельном хозяйственном блоке. Учредители уже нашли детского повара, медицинского работника и нянечку. Осталось найти двух воспитателей. Они уже готовят программы для развития детей в соответствии с федеральными стандартами. Департамент готов оказать любую помощь, естественно, если необходимо. Ну и дальше нужно будет, конечно же, пройти, получить разрешение Роспотребнадзора, главного санитарного врача и коженадзор. Управление образования округа надеется. Частный детский сад разгрузит очередь для малышей от полутора до трёх лет. Сегодня очередь в Наринмаре по этой возрастной категории составляет более 480 человек. Также этот опыт может стать первым шагом для тех, кто мечтает открыть частный детский сад. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Зимник Наринмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Тем временем в регионе приступают к разработке чёткого регламента по функционированию зимней автодороги. Зима на севере. Хотите, чтобы вашу рекламу услышали и увидели на всей территории округа? С 15 января принимайте новое предложение от Ненецкой ТРК. Пакет «Всё включено». Цена пакета всего 20 тысяч рублей. За эти деньги вы получите возможность многократно заявить о себе сразу в трёх СМИ. Подробности по телефону 2-17-17. Зима на севере. Сложные ситуации на Зимнике требуют создания новой нормативной базы, которая будет регламентировать работу дороги Наринмар-Усинск. Разработать такой документ глава региона Игорь Кошин поручил своему заместителям Алексею Кайдалову. По мнению губернатора, в разработке регламента должны принять участие дорожники, службы МЧС, полиция, органы власти и общественность. Документ направлен прежде всего на обеспечение безопасности жителей региона, которые зачастую минуют рекомендации диспетчеров и отправляются в рискованное путешествие по зимнику в непогоду. Между тем, эвакуация людей с сезонной дороги обходится бюджету в десятки, а то и сотни тысяч рублей. Те должны знать, что такое зимник, когда движение по нему открыто, а когда закрыто. Кто имеет право выезжать на трассу, кто имеет право перекрывать выезд на эту дорогу, кто содержит зимник и как. Художественная самодеятельность на тему «проеду-не проеду» приводит порой к тяжелым последствиям. В результате зимником занимаются буквально все – администрация, прокуратура, главный федеральный инспектор, ГИБДД, МЧС, поисково-спасательная служба. Давайте пропишем четкий регламент, сказал Игорь Кошин. По словам Алексея Кайдалова, в ближайшее время такая нормативная база будет разработана. Между тем, отмечу, что зимняя дорога на Ринмарусинск закрыта для всех видов транспорта. Из-за аномально теплой погоды от нуля до плюс двух градусов функционирование снежной трассы невозможно, сообщили в компании подрядчики. В доме по улице Озерная, 16, в котором произошел пожар, обнаружены фрагменты тела. На месте пожарящей сегодня работала следственная группа. Личность сгоревшего установит экспертиза. Труп обнаружен на втором этаже четвертого подъезда в квартире номер 23. Именно там началось возгорание, которое перешло на всю половину дома. С 8-го числа у нас не было возможности провести осмотр в связи с пожаром. А вчера с линией проливка водой инспектору тоже не было возможности провести квартиру 23. Вот именно сегодня при уже 5-й осмотре в очаговой зоне были обнаружены фрагменты. Напомню, 8 февраля в половину седьмого вечера в доме по улице Озерная, 16, произошло возгорание. В результате сгорели два последних подъезда деревянного строения. До сегодняшнего дня считалось, что жертв в пожаре нет. Жителям сгоревшего дома по улице Озерная, 16, оказывается помощь. В комплексном центре социального обслуживания при поддержке российского Красного Креста можно получить продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Тем, кто остался без места жительства, кризисное отделение предоставляет комнаты. В отделении социальной защиты можно получить денежные выплаты. Единовременная компенсация в размере 100 тысяч рублей предоставляется собственникам в связи с утратой единственного жилого помещения, расположенного на территории НАО в результате пожара. На приобретение предметов первой необходимости полагается выплата в размере 50 тысяч рублей на каждого члена семьи. Для получения данных выплат необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения не позднее шести месяцев с момента пожара. Если в пожаре были утрачены документы, гражданин предоставляет имеющиеся документы или справку о причине пожара. Посильную помощь оказывают и жители города. В социальных сетях размещены объявления с номерами и адресами погорельцев. Отечественные курорты готовятся к наплыву российских туристов. Что нам заменить Турцию и Египет и будет ли все включено? Зима на севере. Хотите, чтобы вашу рекламу услышали и увидели на всей территории округа? С 15 января принимайте новое предложение от Ненецкой ТРК. Пакет «Все включено». Цена пакета всего 20 тысяч рублей. За эти деньги вы получите возможность многократно заявить о себе сразу в трех СМИ. Подробности по телефону 2-17-17. Зима на севере. 60% отелей Краснодарского края перешли на систему «Все включено». Так, курорты готовятся к летнему сезону, который жители России привыкли проводить на берегу Египта и Турции. В этом году картина изменилась. И, как отмечают специалисты в сфере туризма, люди поедут на Черное море. Что еще может предложить российское побережье, расскажет Валентина Чибичек. Анапа, Геленджик, Сочи, Топсе, Красная Поляна – вот неполный список курортов Краснодарского края. По данным Министерства курортов и туризма Кубани, летом 2016 года регион способен принять и разместить до полумиллиона человек. Из них 60 возьмут гостиницы и пансионаты, 40% – частный сектор, мини-отели и индивидуальное жилье. По словам владельца турфирмы в городе Наринмар, условия отдыха на Черном море стали близки к популярным зарубежным курортам. Побывал я на побережье от Геленджика до Адлера, посмотрел различные курорты по размерам. И хочу сказать, что, в принципе, инфраструктура многих наших черноморских курортов, она достаточно хорошо на сегодняшний момент развита и позволяет принимать туристов не хуже, чем на Средиземном море. По мнению владельца турфирмы, самую подготовленную отельную базу может предложить Геленджик. В городе большой выбор гостиниц от эконом-класса до люксов. Культурно-развлекательная программа также рассчитана на любой вкус – аквапарк, кианариум, экскурсия на канатной дороге, ночные клубы. Питание можно организовать самостоятельно в кафе и ресторанах или заказать в своем отеле. Тем, кто летит в отпуск не по льготной дороге, специалисты советуют брать пакетные туры. Надо еще добавить, что российские туроператоры уже второй год предлагают пакетные туры, которые также могут быть интересны туристам и включают в себя полный комплекс услуг. Это и перелет, трансфер до места отдыха, проживание с питанием – такие туры по принципу, которые раньше были в Египет и Турцию. Турфирмы приводят еще один довод в пользу отечественных курортов – относительно стабильные цены, независящие от иностранных валют. Также у отдыхающих не вызывает сомнений надежность операторов, реализующих российские туры. Серия банкротств известных фирм, предлагающих отдых за рубежом, все еще помнится россиянам. Что касается Крыма, власти полуострова ожидают порядка 5 миллионов туристов. Регион может предложить разнообразные пляжи, культурно-познавательный туризм и лечебно-оздоровительные пансионаты. По данным Министерства курортов региона, на восточном берегу Крыма – самые низкие цены на санаторное лечение.